Вайкрафт, всем привет! Шалом! Скажите, пожалуйста, как видно, как слышно? Видно ли, слышно ли? Все ли нормально? Нету ли рамок по бокам неприятных таких? Бывает, вот можно рамки сделать. Все ли хорошо? Так, доброе утро! Давайте, видно, слышно. Десять, бомба! Сегодня мы с вами разберем следующую тему по доказательствам. Очень такую классную тоже, очень люблю эту тему. Доброе утро! Мы увидимся, я думаю, с вами и сегодня, и завтра. We're gonna have a good time. Так, всем подключаться срочно, срочно. Оксана, здрасте, Максим, привет! Бокер Ор. Так, мы уже с Алексом и с Максимом знакомы, живую тут в Киеве. Так, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Ну что, поехали, да? Готовы, готовы? Так, у меня прямое лицо светится. Значит, тема, которую мы обсуждаем сегодня, следующая. Тема следующая. Мне кажется, что у меня слишком сильно светлое лицо. Надо что-то сделать с этим. Ладно, всё, неважно. Значит, занимаемся следующей темой. Это ещё просто потому, что тёмный свет, так оно так сильнее светит лицо. Значит, всем доброе утро, с кем мы не знакомы, меня зовут Эйтан. И мы начинаем и продолжаем наш курс по каким-то рациональным объяснениям, что к чему вообще, как в этом мире всё устроено, почему Бог, почему Тора. Да, доброе утро. Значит, чем мы будем заниматься сегодня? Мы с вами провели уже к этому моменту сколько? Семь, да, семь уроков, шесть уроков. Там было в этих шести уроках семь доказательств, каких-то объяснений и разных интересных, ну, то есть разных подходов. Теперь то, что хочу привести сегодня. В следующий раз, чем мы займёмся, я думаю, это будет завтра, мы займёмся уже больше подходом к Торе, и как мы знаем, что после того, как есть Бог, он должен был что-то дать инструкцию Тору. Так, прошлое доказательство, которое мы приводили, это доказательство и Торы, и Бога про то, что про неповторяющиеся события, и то, что нету второго повторяющегося события, где кто-то утверждает, что огромная группа людей видела Бога лично. Так, то, чем мы будем заниматься сегодня, это следующая вещь. Мы провели много, да, курс молодого бойца, мы провели много каких-то логичных таких очень объяснений, как из мира видно, что должен быть Бог и всё такое. Теперь на любую проблему с логикой есть некоторые, что, в принципе, подход скептичный, да, он может, в принципе, разрушить любую логику, то есть, в принципе, имея ноль доверия и максимум скептицизма, можно любое логическое построение разрушить, то есть, можно на любую вещь к ней как-то подкопаться, к любой теории, к любому подходу, к любой мысли, к любой, то есть, абсолютно всё можно развалить в этом мире, в принципе, да, даже то, что-то абсолютно прекрасное, можно сказать, что это какая-то, да не, не работает это, то есть, можно сказать, что угодно. На любую теорию, там, относительности, неотносительности, гравитации, химическую, можно сказать, а вдруг в этих условиях не сработает, а вдруг вот это, а вдруг то. Теперь, если логика так устроена, у неё есть такая проблема, что на любую логику можно перевести какую-то контр-логику и опровержение, так на что же можно поставить, как можно что-то доказать, как можно что-то объяснить. Это вопрос. Теперь ответ, то есть, вопрос такой, как реально узнать, какая система ценностей и убеждений верна, и верна ли эта система убеждений и ценностей, в которой есть Бог и Тора. Так вот, если у любой логики есть вот этот вот дефект, как это узнать по результатам? Значит, что значит узнать по результатам? В принципе, как действует любой, ну, как любая научная теория, да, создаётся и проверяется, и потом она становится уважаемой и набирает свой авторитет. Например, то, что у мира было начало, раньше раввинам, представляете, им приходилось ещё доказывать, что у мира было начало. Там сколько-то лет, затрудняюсь точно сказать, ну, 70 плюс назад. Аня Яблонская, привет. Значит, лет 70 назад, да, ссылки на все уроки, это здесь, прямо на вайкре, в видео есть, должен быть, плейлист по доказательствам отдельной, или по хэштегам, которые здесь прикреплены. Так вот, лет 70 назад раввинам приходилось объяснять людям ещё, что у мира вообще было начало. Потому что до этого все были уверены в том, как считал Аристотель. Аристотель считал, что мир вечный в прошлое и в будущее, нету ограничений во времени. Потому что это взорвалось, у мира есть начало, о боже, там должна быть причина. В общем, началось какой-то такой религиозный сдвиг какой-то начался в голове населения. И это было наше первое, кстати, доказательство из причины следствия, из того, что всё с чего-то началось. Теперь, то есть, получается, что на эту теорию все так считали, что это правильно. А сегодня все считают, что что-то там где-то когда-то взорвалось и было начало. То есть, ну, получается, на любую логику можно найти какую-то где-то прикопаться. И то, что все считают истиной, оно рухнет. Все считают, что какая-нибудь земля, считали, не знаю, что земля плоская, потом появляется бруно. И оказывается, что не плоская. Люди сначала принимают это в штыки, но потом оказывается, что они всё это время считали что-то неправильно. Так как узнать, что что-то верно или неверно из количества проведённых экспериментов? То есть, иными словами, мы хотим узнать, что какая-то химическая формула, работает она или нет. И вот кто-то там сказал, я не знаю, что атомы работают определённым образом. У бозона, у какого-нибудь Хиггса, я не знаю, у какого-нибудь электрона, у него при определённых условиях вот такая вот скорость определённая. Он даёт какое-нибудь там свечение, я не знаю. Как дальше учёные они решают, верно это или неверно? Проводя эксперименты, они проводят десятки, сотни, тысячи экспериментов в разных условиях, в разных обстоятельствах, в разных ситуациях, меняем максимум количества условий. И если во всех условиях результат остаётся тот, который ожидался, то значит, что эта теория верна, потому что она всё больше и больше подтверждается опытами из реальности. То есть, она подтверждается практикой. Она сходится, синхронизируется с фактической реальностью, которую мы наблюдаем. Так, теперь, что насчёт систем ценностей? Тут то же самое. В принципе, давайте, я думаю, начать можно с коммунизма, например. С системами ценностей то же самое. Те системы ценностей, которые работают и с реальностью сходятся, они выдерживают проверку времени. Те системы ценностей, которые не работают, и они в чём-то ложные, неверные, неистинные, они не проходят проверку времени. Ну и начнём с любимого. В 20 веке произошло просто ужасно много разных вещей интересных. Коммунизм там произошёл, там, марксизм, нацизм. Начнём с коммунизма, да. Идея коммунизма была... Зачем доказывать начало? Это первая лекция в этом цикле. Сейчас мы не будем об этом говорить. Значит, если... Можно посмотреть в первом уроке. Значит, коммунизм. В чём была идея? Есть, может, знаете, закон Парета, да, закон неравномерного распределения. Что такое закон неравномерного распределения? Значит, что всё в мире построено по иерархии. И, например, сейчас в мире 80 человек в топе... Ну, 80 человек имеют столько же денег, сколько 3 миллиарда человек внизу иерархии. 80 человек имеют столько же денег, сколько половина населения планеты Земля. И, то есть, получается, самый топ имеет самое гигантское влияние, и их меньше всего в количестве, больше всего во влиянии. Дальше следующий уровень. Их больше, и они имеют меньше влияния. То есть, и, в общем, понятно, да, идея. Вот это неравномерное распределение есть в мире, иерархии. Есть люди намного более способные и компетентные. То есть, всегда как бы есть один царь и много крестьян в полях. Есть один директор компании, и потом пара топ-менеджеров каких-то людей под ним, потом ещё больше. То есть, всё устроено вот такой пирамидой. Иерархия, каскады. По Торе весь мир устроен таким же образом. Есть один единый бог, у которого бесконечное влияние наверху пирамидки. И дальше идут там все духовные миры, ангелы, вся структура. Это Рамхаль, это расписывает постоянно. В Дарых, в Дат-Твуно. Ну, в общем, это и по Кабале, так мир устроен. В общем, так устроен весь мир. Есть иерархия. В чём была идея? И любая, то есть, например, там топ-музыки, iTunes, я не знаю. То есть, те люди, которые там в топе выходят в топ-папсы, а их слушают, и про них их слышали все. Те, кто дальше, там, после какой-то десятки слышал и меньше, после сотни какие-то отдельные люди их слушают, ты их так не найдёшь. И есть миллионы музыкантов, которые ходят по улице, и ты даже не знаешь, что он музыкант. И так в любой теме, в любой сфере распределяется, в общем, распределяется так всё неравномерно. Теперь, что пришли коммунисты, захотели они сделать? Они говорят, ну, было бы, мир был бы очень гармоничный и классный и восхитительный, если бы мы всё распределили равномерно, у всех были бы одинаковые результаты. Правильно? Ну, потому что это, ну, действительно, это несправедливо. Есть всё время победители, проигравшие. Что нужно для этого сделать? Нужно всю эту пирамиду схлопнуть. И сам Маркс писал, что делать это нужно насильно. В итоге раскулачивание, архипелаг, гулаг, и всё это заканчивается какими-то там, ну, я слышал там цифры 200 миллионов в итоге, да, по миру. Там Сталин, Корея, и, ну, то есть до сих пор в Корее там что-то продолжается по этой теме. Как это сделать можно только насильно. То есть нужно у этих, у богатых забрать, богатые отдавать, разумеется, не хотят, поэтому их нужно убить, выслать, бедным передать. Но в итоге, когда вся эта история кончается, всё опять выстраивается в эту иерархическую пирамидку. И такое перераспределение такими агрессивными методами в итоге не срабатывает. Теперь сколько, да, Ария Шалом, значит, сколько лет заняло... То есть идея изначально прекрасная, чтобы всем было одинаково хорошо, и у всех было одинаковое количество денег, одинаковое количество возможностей и одинаковые результаты. Это просто восхитительная идея. Сколько заняло лет понять всему социуму, всему миру, что эта система не работает? Это заняло 70, 80 лет примерно, да? И это пока проверить, работает это или нет, можно только на эксперименте. В итоге мы из этого эксперимента знаем, что такое построение, такая система ценностей и такие действия, они не работают в реальности, потому что реальность все равно будет выглядеть как иерархическая пирамидка, и так Бог устроил весь этот мир, что все будет выстраиваться вот так вот. Почему мы не знаем, но это так. Теперь та система ценностей, которая не нахлопывается на действительность, она в итоге разваливается, и действительность ее пересиливает. Поэтому рухнул коммунист. Да, рухнул коммунизм. То же самое, у нацистов были там свои идеи, что нужно мир очистить от зла другими известными методами. Тоже оно рухнуло. То есть на таком зле тоже нельзя выехать, уничтожая целые расы. Ну, в общем, да, причем евреев. И так все. То есть любая система, греки, где греки, где римляне, где эмо, готы, и я не знаю. То есть это все, любые измы, любые течения, любые современные течения, они все когда-то вот недавно имели начало, и в какой-то момент кончатся. Потому что они не плохо синхронизируют, они не учитывают всю реальность. То есть что нам дает иудаизм, вы уже понимаете, я думаю, к чему я клоню. Это три. То есть ты можешь сколько угодно рассуждать, правильно или неправильно, нравится ли тебе религиозный. Можешь привести кучу аргументов, что они классные. Можешь привести кучу аргументов, что вот религиозные они, я не знаю, какие там. В общем, можно что-то рассказывать. Это все не важно. Можно на что угодно приводить аргументы. Вопрос в том, что стоит, на что можно поставить в действительности, что в реале работает. И это можно понять по-настоящему, только по результатам. А результат наш, это 3,5 тысячи лет, при самых, я не знаю, миллионах экспериментов, самых диких условиях, самых диких погромах, попыток истребления, рассеянности по всему миру, спустя 3,5 тысячи лет евреи возвращаются обратно еще при этом на ту же землю. То есть, это при самых экстремальных условиях, даже не при обычных, а при экстремальных условиях, эта система показала свою абсолютную непрошибаемость. И то есть, можно сколько угодно там, философски, что угодно, но сам факт того, что этот эксперимент, он эксперимент проделан уже миллионы, миллиарды раз на миллионах или на миллиардах людей через десятки поколений, это тебе показывает, что эта система ценностей, это то, что с реальностью синхронизировано. И это факт. Вот, по-моему, это очень крутая тема. То есть, в общем, мне кажется, все. Все, что я сказал, я... Нет, все, что я хотел, я сказал. Доказательство следующее. Давайте сделаем итоги. Обязательно пишите ваши выводы. То есть, есть иерархия, например, да? Бог всем дал свои возможности и свой уровень, и свою задачу в мире. Появляются какие-то идеи интересные. Ну, давайте поменяем то, как Бог устроил мир. И это хорошая идея там изначально стоит, что всем было хорошо. Но в итоге практика, время и факты, вне зависимости от наших чувств, они показывают, что сработает и что нет, что соответствует реальности и что нет. И то, что наша святая система ценностей простояла так долго в самых... И простояла, она выстояла даже там постмодернизм, релятивизм и все возможные... Все возможные вот эти вот вещи 20 века, 21, когда все можно и все... И все... В общем, все эти идеи, иудаизм до сих пор успешно функционирует, да еще и Израиль обратно построили, и есть миллионы людей, которые сидят и учатся в ешивах и продолжают нести этот цвет Торы. Это результат, это лучший... То есть, можно построить любую теорию, но результат эксперимента лучше всего показывает, верна ли эта теория. Лехай. Совсем хорошего настроения, побольше вам ясности в жизни, как на евреев, вот сейчас как раз евреи выходили из Египта, на них сразу, как они вышли и получили ясность, на них напал Амалек. Людей все время нападают в сомнения, и мы живем в мире сомнений. Мир наши мудрецы называют Илма Дишикра, Илма Дисфейка, что это мир лжи или мир сомнения. И мы здесь занимаемся тем, что пытаемся прояснить как можно больше сомнений. Я желаю вам больше ясности, больше видения и больше света в вашей прекрасной жизни. Всем прекрасного утра, в Илма Дисфейке. Пока.